МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокоскоростных потоков воздуха в верхних слоях атмосферы. Старт состоялся на территории испытательного центра на острове Уоллапс в штате Виржиния. На высоте около 80 километров ракеты должны выбросить в специальный реагент триметилалюминий, который вступает в реакцию с кислородом, испуская свечение. Наблюдение за свечением позволит ученым восстановить воздушные потоки. Наибольший интерес для исследователей представляют высокоскоростные потоки на границе с космосом. Косвенными методами изучать эти потоки сложно, так как плотность воздуха на этих высотах достаточно низкая. Для наблюдения будут использоваться камеры, установленные сразу в нескольких американских штатах. В Москве в Конгресс на выставочном центре «Сокольники» стартовал 16-й российский образовательный форум. Это ведущая российская выставка, объединяющая руководителей педагогов и специалистов, задействованных в разработке учебной и методической литературы. Масштабное мероприятие ежегодно собирает свыше 6 тысяч участников из Москвы и регионов России. Здесь они демонстрируют результаты реализации приоритетного национального проекта образования. Выставочная экспозиция «РОФ-2012» сопровождает обширная деловая программа. Мероприятия посвящены наиболее важным вопросам современного образования. ЕГЭ, внедрение информационных технологий в школах, государственные образовательные стандарты нового поколения. Также на территории Российского образовательного форума будет работать Консультационный центр профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Здесь каждый желающий сможет получить квалифицированный ответ специалиста по вопросам трудового законодательства и защиты прав работников образования. Роль вузов в инновационном развитии страны, проекта для российских авиаций и космонавтики, перспективы проекта «Сколково». Эти темы обсудили участники пленарного заседания форума инновационных технологий «Инфоспейс». Мероприятие стартовало в столичном центре международной торговли. В нем приняли участие представители государственных органов науки и бизнеса. Вопрос образования заняли в повестке дня особое место. «Инновационная экономика не может существовать без квалифицированных инженерных кадров», отметили присутствующие. По словам докладчиков, уровень подготовки выпускников школ на данный момент таков, что первые полгода обучения в ВУЗе их не столько учат новому, сколько восполняют пробелы школьного образования. Одним из решений проблемы может стать реализация проекта «Школково» от слова «школа» — сообщество инновационных образовательных организаций. Его цель — создать в регионах России сеть принципиально новых школ, учебный план которых будет персонализирован под каждого ребенка, а обучение предполагается сделать двуязычным. Таким образом, понятие «инновации» войдет в активный словарь школьника с раннего детства. В числе возможных экспериментальных площадок по созданию новой школы названы Томск, Казань и Самара. Жители Татарстана увидели, как выглядел остров Град Свияжска во времена Ивана Грозного. Ученые построили из маленьких деревянных палочек макет старинного города. В работе над проектом его автор, казанский архитектор и краевед Сергей Саначин опирался на писцовые книги 1565 года. А всего над моделью Свияжска трудились 15 специалистов в течение двух месяцев. На ней, словно с высоты птичьего полета, можно разглядеть крохотные дома, храмы, причаливающие к острову корабли, а также фигурки людей и животных. 27 марта юбиляром стал Международный день театра. Он отмечается во всем мире в 50-й раз. Накануне праздника в РИА Новости на вопросы журналистов ответили художественный руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин и его главный режиссер Роберт Стуруа. Международный день театра стал поводом обсудить проблемы, волнующие театральное сообщество. Как руководитель Союза театральных деятелей, Александр Калягин рассказал о непростой ситуации в регионах. Там отсутствуют детские театры, нет качественных пьес современных авторов, большая миграция режиссеров. Чтобы решить эти проблемы, СТД намерен создать информационно-аналитический центр. В беседе с журналистами Александр Калягин рассказал о плюсах и минусах репертуарного театра и о контрактной системе. По мнению режиссера, одна из главных задач современной сцены – это диалог экспериментального театра и классического.